Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Системный анализ Это было в 2004 году Если говорить про работу в IT Первая моя работа была связана с клубом IT-директоров То есть я как начал людей дружить и участвовать в этих конференциях IT-шных Так вот до сих пор с 2008 года я вот в этом и варюсь Не только в этом, но это как бы вот такой красной нитью Да-да-да-да-да, через весь мой путь То есть можно сказать, что я с 2008 года в IT Тогда не было всех этих курсов Значит различных В IT-в IT за 8 месяцев Там быстрая разработка В IT-в IT С 5 курса я начал работать в клубе IT-директоров Чисто такая базовая работа Вот именно техническое обеспечение Вот то, что сейчас вокруг нас ходят Вот примерно этим занимался Значит И как-то втянулся То есть меня привел в IT мой родственник Он тогда уже был IT-директором И говорит вообще классная тема То, что тебе нужно Да-да-да, я вот IT-директор и мне нравится Я подумал, что что-то такого тоже хочу И как-то вот постепенно-постепенно То есть сначала вот с ивента вокруг IT Потом с техподдержки вокруг IT А потом уже с руководством проектами И вот пошло-пошло-поехало То есть у меня больше не технический трек А трек в область менеджмента Да-да-да Мне сказал один мой начальник Что значит это Ну вариантов у тебя без технического бэкграунда Немного Либо продавцом Либо проектами руководить Я подумал продавцом Нет-нет, спасибо Я понял, спасибо Друзья мои, всем доброе утро 10.30 это значит, что вы в эфире Открыто образовательное пространство Кадрик-сервис правительства Москвы И соответственно мы, как видите Продолжаем историю про IT Но об этом чуть подробнее скажу Нужно немножко вводных сказать Напоминаю, что нас можно смотреть В Рутубе, в Нуме Непосредственно в Одноклассниках В ВКонтакте, в Дзене Конечно же что-то еще может догружаться на Ютуб Но там уже совсем эхо И простите, конечно же, уже не рекомендуем И самое важное, друзья мои Если вдруг вы смотрите эфир в запись А такая возможность есть Каждый наш эфир, после того, как он закончился Остается открытым для всех И можно поделиться и посмотреть позже Если вы смотрите эфир в запись У вас есть возможность задать вопросы Вот здесь вот есть QR-код Который висит весь эфир Соответственно вы его сканируете Переходите в нашего Телеграм-бота По задаванию вопросов Вы задаете вопрос А если мы задаем вопросы вам То вы можете через него уже Как раз вернуться И ответить нам на наши вопросы Я буду его зачитывать Причем потому что здесь вот Все у меня получается сразу же прилетает И самое важное Вот за эти вопросы мы что делаем Мы дарим книги И как знаете Те, кто уже множество раз был в наших эфирах Если книги кончаются У нас здесь 4 штуки То, соответственно, я их удваиваю И у нас становится 8 За ваши самые интересные вопросы Получить книги можно на среде 28 У нас в университете правительства Москвы Так, что еще не сказал? Не сказал важное же Да У нас же ведь с вами есть маленькая рубрика на старте Какой сегодня праздник? Какой? Ох, сегодня день Международный день молодежи Говорят Вот так вот День встречающего рассвета Друзья мои, это не знаю Это профессия либо хобби Дальше всемирный день слонов Тем, кто слонов любит День персонального компьютера Мы не договаривались Так что сегодня большой день рождения у ЭТИ День среднего ребенка И день виниловой пластинки Все, на этом все Молодежь до какого возраста сейчас? Сейчас, говорят, до 38 По-моему, все еще молодежь 35? 35 даже Все, уже не мой праздник Это уже, да, уже не наш Мы уже ближе к пенсии Спасибо Хотя, кто знает Кто знает, да Подкасты у нас есть Сдаете в Яндекс Или Алис Включи последний подкаст Открытых вебинаров От правительства Москвы Алис вам все это дело включает Все, у меня все На самом деле Дальше Если заблудились Хаб-каталог Все вебинары там Соответственно Все орг-вопросы я осветил Можно переходить к главному А мы сегодня говорим Вот как я себе записал Наверное, вот Исследуя Эту тему В подготовке И к прошлом Нашему эфиру И к сегодняшнему Много на самом деле Разговоров Про Вообще Про управление В IT То есть Как это правильно Какие используют методологии То есть Какая методология Про проектами Про команды И так далее Мы эту тему будем С вами, друзья мои Раскручивать Потому что у вас запрос На эту тему есть Та тема Наша сегодняшняя Будущая IT Какие методологии Проектов у нас Скажем так Востребованы Будут сейчас Уже Вот настоящим Да И какие там Перспективы в будущем Так А в гостях У нас Вот как мне правильно Представить Наверное Человек, который Вот я уже понял Вот так сейчас Буду немножко Так вот представлять Да Получается, что да Всеволод Шадрин Всеволод у нас Человек, который Руководит Правильно я понимаю Сейчас буду зачитывать Развитием бизнеса Наумен У меня две шапочки Две шапочки Ну вторая Это я знаю Да Это председатель ДСМ Раша Да Идельно-хладитель Инициатива Да Да Архитекта Ритма Да Ну про Ритм Мы уже второй раз Будем сегодня касаться Наш прошлый эфир Тоже будет посмотреть Нужно поддерживать ритм Да Давайте будем поддерживать ритм На самом деле Здесь важная история Сегодня Друзья Те, кто в эту тему Сильно погружен Да Это все, что касается Как раз Я бы назвал это Битвы методологий Да То есть Какая лучшая работа В наших реалиях Все-таки Да Поговорим про Как раз Отказ от гемонии Западных методологий Которая так или иначе У нас так наступила Неожиданно Да И третье Наверное Это все-таки Немножко Про геймпы Искусственный интеллект Здесь Если можно Хорошо А кто нам запретит Все Тогда Начну с провокации Сразу же И задам вопрос Очень простой Который мне очень нравится Но он открывает На самом деле Ну такую Ящик Пандоры Обычно Методология Правильно вы видите Это реально необходимость Или просто дань моде И дорогая фишка Для организации Ну Когда говорим про моду Это точно не про методологию Мода Это наверное Больше что-то Подход От инструмента Ну то что Зачем нам методология Вот же есть там Джира Кайтон Что-то еще Вот там уже Нас всех Загонщик Загнали Вот это наверное Больше про моду Методология управления Я думаю Что это Необходимость От определенных Масштабов То есть Когда у тебя там В компании Два айтишника Один начальник Второй подчиненный Ну там они Как-то договорятся Как там полтора Сервера И три системы Поддерживать А когда у тебя Становится Пятьдесят Сто Тысяч Десять тысяч Айтишников Они еще все стоят Как чугунный мост Каждый по отдельности А вместе Как десять тысяч Чугунных мостов И как-то хочется Понимать Что ты ими Управляешь Оптимально Вообще Вот Что как-то Не платишь лишнего Поэтому я считаю Что это Необходимость Ну грустно было бы Если бы я там Там всю жизнь Работал По методологии Сказал бы Да это Какая-то фигня Дети Не ходите Не ходите Здесь ловить нечего Я считаю Что это Важная Интересная штука Потому что Это позволяет Красиво Решать Сложные Задачи Спасибо Тогда Хочу сразу Еще раздавать Можно вот Некоторые говорят Что методология Это как бюрократия Она есть Но всем от этого хуже Согласны ли Ну потому что Опять же Здесь разный уровень Организации Наверное И как раз Вот здесь история Когда Один айтишник Один директор Айти Уже странно Это одна история Когда действительно Там куча чугунных мостов Это уже другая Ну Если на пляже Быть в пуховике Можно сделать вывод Что одежда Это Какая-то фигня Вот Лучше без нее Но если в плавках Быть где-то На севере То сделаешь Совсем другой вывод С методологией То же самое То есть Когда ее Применяют Чрезмерно Она превращается В бюрократию Власть в бюро Вот А Когда ее не хватает Получается Хаос Неразбериха И люди Как-то вот Перегорают В этом Когда вот Непонятно что делать Куда бежать Поэтому все хорошо В меру Вот Вовремя И в меру Если компания Небольшая Ну как-то вот Возьмите пару инструментов И пользуйтесь Ими Если компания Большая То уже А как понять Взяли пару инструментов Как понять Работают они или нет Да То есть Ну опять же Это деньги Либо это что-то Сделано на руках Либо какой-то Опенсорс Бесплатный Который не факт О том что Тебе точно помогает В твоих процессах Как понять Есть методология Чтобы понять Что-то заработать В метрике Да То есть Что такое Методология Метод Это Способ Путь Какой-то Логия Это Наука Наука О способах Способах Сделать что-то Если Методика Это уже Конкретный способ Конкретный путь Набор методов То Методология Это Наука Которая Вот эти методики Изучает И вот как раз Как понять Что тебе подходит Как понять Эффективно ли То что ты сейчас Используешь Есть определенные Паттерны Да Я здесь как раз С утра думал Как это вообще Объяснить Да Вот это все сложное Понял что Круче всего Это объяснить Через джаз Сергей Ты любишь джаз Да Супер А Я уверен сказал Да Да Значит тебе нельзя Все что угодно Говорить под этим соусом Под настроение Значит В джазе Есть джазовые стандарты Что это такое Это Определенные Паттерны Это определенные Музыкальные Произведения И чем больше Джазовых стандартов Знает музыкант Тем круче Сцена его Да Да Почему Потому что джаз Очень редко Играют в одиночку Чаще это некий Ансамбль И очень Коллектив Наверное больше Коллектив Коллектив Этот коллектив Может быть сыгранным А может быть Не сыгранным И музыканты Которые знают Там Тысяча Две тысячи Три тысячи Джазовых стандартов Они очень легко Сыгрываются Они Понимают Друг друг друга С полуслома Ага Вот сейчас Он начал Вот это Играть В таком-то Ритме И То же самое С методологией Чем больше Ты знаешь Подходов Тем более Свободно Легко И правильно В нужный момент Ты можешь Их применять То же самое Что с джазом Ты пришел В новую компанию В новую Проектную команду Тебе надо Быстро решить Задачу Если вы Вот такие Ребята Которые знаете Много Таких стандартов Вам очень Быстро Договориться Да Если ты Знаешь Одну методологию Один Подход Ну как бы А в организацию Другую Третью То все Приехал Когда у тебя В руках Молоток Все вокруг Кажется Гвоздями Вот то же самое Джаз и гвоздя Спасибо Идем дальше Вопрос Такой От нашего Участника Эфира Я работаю В этой компании Мы не используем Вообще Никаких Методологий При этом У нас все Хорошо Остается Позавидовать Знаете Как это Что делать Будем Завидовать Если все Хорошо Если у вас Все хорошо Вам они Не нужны Мне кажется Где-то Нечестность Какая-то Есть Все хорошо Это относительное Понятие Если у человека Все хорошо В компании Все хорошо Не надо Трогать Да Не трогать Если да Работает Не лезь Это старая Айтишная тема Когда компания Вырастет В 5-10-20 раз Возможно Что-то станет Нехорошо Возможно Где-то Вот что-то Понадобится Я так скажу Мягко Заходя В тему Ритма Значит Начинали Мы Мы тут В пятницу Поняли Что у нас В апреле День рождения Был Значит Мы когда Сколько Ну вот Год с небольшим Год с небольшим То есть совсем маленький Да Нашим Проектом Когда Придумали это слово Вот Оттуда мы И считаем Значит У нас было четверо Совершенно сумасшедших Людей Которым Вот это Хотелось Делать Нам не требовались Никакие принципы Никакой проектный подход Мы на одной волне Были Нам было классно Вот мы там Собирались Что-то делали Придумывали Все шло Сейчас у нас В команде Больше 70 человек И к сожалению К сожалению Там Очень значимую Часть времени Чем мы Занимаемся Мы Организуем Их работу Мы придумали Принципы 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 нашего Проекта Принципы Нашего Ритма Сейчас Выпускаем Устав Не то чтобы Мы фанатели И хотели Этим заниматься Когда придумывали Мы хотели Ну как бы Саму методологию Придумывать Но чтобы 70 человек Организовать Методологов Когда там Говорят Два методолога Три мнения Нужно как-то Вот какие-то Правила Если у человека Все хорошо В IT-компании Без всяких Подходов Пускай работает Завидовать будем Отлично Если что Приходите Рассказывайте На самом деле Кажется Ритм это нужно Окей Мы уже Перешли Мягко Что надо К ритму Немножко Про ритму Мы уже Делали подход Я прежде чем К ним перейти Хочу Проговорить Одну историю Прошлые 5 Мы говорили Про такую Тему Как IT-архитектор А вот Правильно я понимаю Сейчас мы говорим Про IT-методологию И IT-методологов В общем Да Как они Вот это вместе Это отдельная Или это дополняющая история Я объясню Просто много вопросов Был после эфира Это как будущая профессия Потому что Тот сейчас смотрит Чем заниматься в будущем И для нас Как раз Очень важны акценты Наверное Открывать В том числе И для молодого поколения Как раз Вот эту тему Куда смотреть Чему учиться Потому что IT-архитектор Мы прям устаканили Так вот прям Хорошо потоптались На той территории Вот IT-методолог Это вот что-то новое Это где-то учат сейчас Или все-таки Это что-то Прям вот только-только С колес Вот этом полтора года Грубо говоря Ну знаете Все придумано до нас То есть Наверное Вторая половина 20-го века И это прям Просвет Всяких Подходов Правил Сводов Знаний В области Менеджмента В целом А Управление IT Как и Людьми И Системами Там Ну как Хочется сказать Что мы там Супер особенные Все не как У других На самом деле Люди-то те же Ну понятно Да И наследие Да А внешний вид Вот архитектура Принципы работы Информационных Систем Они повторяют Системы другие Ну потому что Как бы нужно На чем-то Основываться Если говорить Про методолога Методологами Называются Консультанты Очень часто Ну вот Очень редко Где вот в компании Прямо есть вот Методолог Дайте методолог Которые там Как эти архитекторы Я тоже не слышал Такую историю Ну Очень редко Вот поделяют Именно там Человека Сажают его В башню И слоновой кости И говорят Ты теперь Методолог Занимайся Только Методологиями Чаще это консультанты Чаще они Не работают Постоянно В одной компании Скорее Да 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 То что у нас Было Бигфо Консультанты Это люди С хорошей Насмотренностью С хорошим Багажом Знаний Именно Методологией И которые Вот оправданы Не на фуллтайм А на какую-то Работу Потому что Человек который Знает там Кучу всего Большой опыт Имеет Его чем-то Надо в компании Удержать Кроме денег Больших И как-то Чем-то Надо нагружать Вот А так Ему становится Скучно Он не один Чугунный мост Он никак Один Чугунный мост Стоит Я думаю Как раз С десяток Я понял Друзья мои Спасибо большое Вот в том числе Ответили на вопрос Наш по профессию Все-таки Идем дальше И здесь Как раз Вопрос Связанный Вот с Ну Скажем так Мягко говоря С гегемонией Как раз Всякого рода Западных Историй Западных Методологий Наверное И вот здесь Как раз Вопрос Который подогревает Всю эту тему Прилетевший Мы использовали В работе И Тил И Кобит Я не знаю Что это И сейчас У нас возникают Проблемы Ухода вендоров И санкций Которые Что делать Значит Ну Во-первых Западные Они как бы С точки зрения Собственников Команда Авторов Четвертая Версия Айтела Самая актуальная На сегодняшний день Которая вышла В 19-20 году Ну Значимая Часть Людей Русскоговорящие Русскомыслящие Главный Архитектор Айтела Четвертого Который сейчас Перешел Компанию Аксилос Которая Собственником Является Айтела Сейчас Он Выходец Из России Поэтому Ну то есть Западное Это не то Что там Какой-то Западный подход К менеджменту Это западная Собственность Некоторые Методологии Они в принципе Свободно Распространяемы Например Кобит Есть Ассоциация ИСАКО Она Как раз Владелец Кобита И она Его Распространяет Ну как Не как Прямо Чисто Коммерческий Продукт А что делать Есть какие-то Ограничения Которые Появились Значит Ограничения Связанные С чем Значит Знания В головах Остались Память Нам Не стерли Слава Богу Значит Ограничения Сертификация То есть Сейчас Чтобы Получить Сертификат Специалисту Нужно Поехать Куда-нибудь В Узбекистан В Казахстан Прикинуться Казахам Значит И Сдать экзамен Оттуда Курсы Обучения Они Остались Ну Поскольку Тренеры Они Остались Они Сейчас Там Могут Не Иметь Бренд Вот этого Айтела Кобита Чего-то Еще Но Как бы Те же Самые Курсы Да Даже Линк Сертификации Остались Только Они Как бы По Мотивам Продукты Сертифицировать Нельзя То есть Вот Информационная Система Нет Значит Что Делать Ну В перспективе Там Одного Двух Может быть Трех Лет Ничего Смертельного Не Случится Ну Потому Что Специалисты Есть Система Есть Все Работает Дальше Уже Становится Грустнее Почему Потому Что Производители ПО Они На Какую-то Методологию Должны Ориентироваться Раньше Они Проходили Сертификацию По тому же И Как бы Говорили Вот Я Сертифицирован Верь мне Сейчас Каждый Как бы Суфлик Агроном Да Каждый Подтверждает Сам себя Да Чем Больше Компания Потребитель Уже Тем Больше У нее И раньше Были Свои Специфики А сейчас И тем Более Кто-то Как Сбер Изобретает Сберджайл А сейчас Таких Компаний Будет Больше Кто-то Изобретает Свой подход К управлению АТ-активами К разработке ПО К оказанию Сервисов И что-то Еще Значит Мы Как раз Задались Вопросом Что делать И Решили Собрать Неравнодушных Методологов Консультантов Архитекторов Из разных Компаний И придумать Что-то Своё Сделать Это Открытым Доступным Для всех Чтобы каждый Мог Посмотреть Почитать Свою Методологию Чтобы Мы этим Управляли Куда Это Идет Потому что Цепочка Какая От западного Софта Отказались Если Производители Западного Софта Вернутся Я делал Такой Опрос Ну Мало Кто Вернется На Западный Софт Уже Как-то И веры Нет И Как-то Вроде Уже И Эмигрировали Еще раз Потрачено Назад Да Да Если Люди Собираются На Российском Софте Оставаться То Пользоваться Западными Подходами Западными Методологиями Можно Но Становится Сложнее Потому Что Это Уже Идет Прочтение Использования Этих Методологий Российскими Разработчиками И Там Уже Может Быть Очень По-разному И Когда Ты Переходишь Из Сбера В Яндекс Из Яндекса В Тинькофф Что У нас Виктех Есть Вальфу В МТС Где Там Свои Экосистемы Викей У всех Свои Подходы И Это Становится Сложно И Компаниям Становится Сложно Вырастить Специалистов Чтоб Ты Взял А Он Знал Что Там У тебя Подходы Такое Раньше Было В Советском Союзе Когда Там Своя Архитектура Свой Подход На Заводе Но В Советском Союзе Хотя Была Научная Организация Труда Это 60-е Годы То есть Там Уже Задумывались О Своей Методологии Ну Вот Мы Отвечаем Кратко Так Из головы То что Есть По Западным Хорошо Наработано Рабочую Работу Реально Работает Не будем Велосипед Изобретать Заново Прям С нуля А возьмем Скомпонуем И как раз Наша Идея В том Что у нас Самый широкий В мире Охват Значит Не я Придумал Это нам Как раз На днях Член Ассоциации ИСАКа Российской Написал Письмо Говорят Ребят Вы чего Офигели Я Ну то есть Ну там было С подтекстом А справитесь Ли вы Вообще Вот Но мы хотим Справиться Вот То есть Мы хотим Сделать Максимально Широкий Охват Всех Как бы Областей Управления Айти Чтоб это Было Целостно Конгруентно Как говорят Дизайнеры И комплементарно Между собой Спасибо Лет 15 назад Как раз Вот тогда Еще эксперты В том числе Которые только Выходили на рынок Еще до большой Вот этой вот Консалтинговой четверки Да Призывали полностью Отказываться Как раз От западных Медологий Да Как раз Говорили о том Что давно Пора делать свое Но что-то не взлетело Почему не взлетело Тогда Почему сейчас Всего полтора года Да Там Но чуть меньше Да По факту Вот Эта история Почему Вот Что последние 10 лет Происходило Почему нет Почему Не дошли До этого Боли не было Ну как сказать А Было доступно все То есть И дорого И дорого И доступно И дорого Ну Дорого Дорого Вопрос относительный То есть Вопрос скидок То есть Если мы говорим Про западный софт То Российский рынок Он Какую долю Занимал Вообще В общем Мировом Для западных Если была цель Занять рынок То Там Те же лицензии Могли в ноль Продавать Ну вот Просто Чтобы зайти В какую-то Большую компанию И потом Оттуда На На поддержке Уже На развитие Внимать денег Поэтому Дорого Но это Вопрос Относительный Потом С автопромом То же самое А Почему Не переходили На российский Автопром Ну Потому что Можно было Локализовать Завод Потому что Можно было Взять Уже Там Хорошую Готовую Там Какую-то Немецкую Итальянскую Там Французскую Корейскую Машину Вот И все И как-то Вот Не париться Что там Было Локализовано Вот То же самое Все привыкли Ездить На мерседесах Условно Да Большой Западный Софт Всемогутер Который Там Приходит Берешь Там Сап Вот Говорит Я знаю Как тебе Работать Вот У меня Есть уже Отлаженные Процессы И пожалуйста Покупаешь Сап Почему Вы брали Так Дорого Потому что Начиная С определенного Размера Компании Рост Капитализации После Внедрения Сап Покрывал Его Стоимость Вот То есть Внедрил Сап Акции Выросли Ты Деньги Отбил Ну Как бы Чем Не Красота А Сейчас Уже Нет Сейчас Приходится Свою Использовать Может Быть Поэтому Вот Это Все И Как-то Более Актуально Но Менеджмент Опять же Принципы Управления Людьми Они Как-то Похожи Нет Такого Что Где-то За речкой Люди С первыми Головами Все Люди Очень Похожи И Принципы Организации Принципы Управления Людьми Они Похожи Есть Свои Особенности То есть Есть Профессор Сколкова Павел Алферов Называет И Рассказал Мне Про Такую Штуку Как Бизантийская Система Управления То есть Это Больший Акцент На Взаимоотношения Между Людьми То есть Это Ты Соблюдаешь КПА Но Соблюдаешь КПА Без уважения Вот Что с тобой Не так Значит Больше Есть акцент Вот в эту Сторону Но Когда мы Говорим Именно Про Принципы Управления Про Подходы Ну Они Похожи Очень Спасибо На самом деле Говорили про Автопром Хороший пример Москвич Сейчас Когда Ребята Слезали Как раз С Иглы Остановившись Софта От Понятного Производителя И Когда Сейчас Полностью Переписали Свою И Абсолютно По-другому Заработал Завод Даже С Учетом Всех Подводных Камней Которые Учитывал Рено Спасибо Давайте Пойдем Дальше У меня Здесь Про Ритм Как раз И Вопрос Такой От Коллег Прилетевших Чем Ритм Принципиально Лучше И Почему Мы Должны Ему Довериться Там еще Хуже Есть Вопрос Да Пожалуйста Чем Ритм Принципиально Лучше Принципиально Он Лучше Тем Что Делаем Его Мы Вместе Сами С вами Мы Собираем Большое IT-сообщество России Да Сейчас В активной Команде Ритма 70 Человек Это 70 Сумасшедших Методологов Самых Лучших В стране Которые Мне все Равно Которые Хотят После себя Оставить След Которые Хотят Переложить Свои Знания Из Головы На Бумагу Уже Некорректно Говорить Куда-то В информационное Пространство Они Ориентируются На Те же Самые Ведущие Подходы Которые Есть Мы Не Переизобретаем Тагав Мы Не Переизобретаем Подход Какому-нибудь Архимейта Мы Не Переизобретаем Коби Тайтил Аджайл И что-то Еще Мы Их Компилируем Беря Самое Лучшее И Принципиально Отличается Думя Вещами Тем Что Делаем Мы И Шириной Подхода Спасибо Вопрос От нашего Участника Есть Ли в Российском Айти Свой Особенный Путь И свои Скрепы Точнее Есть В российском Айти Свой Особенный Путь И свои Скрепы Учитываются Ли они Как Это В ритме Тогда Стоит Спросить В чем Именно Наша Особенность Когда мы Говорим Про Про Айти Активами Ну Там Понятно Нужно Дружить С нашей Бухгалтерией Которая Живет По Нашим Законам По Нашим Форматам А Например Западные Там Прям Есть Шаблоны Документов Для Подачи Отчетности Там В Американские Органы Особенности Конечно же Есть Но Масштаб Этих Особенностей Мне кажется В головах Он Преувеличен Да Есть Акцент На Отношения Но Методологии Сложно Заложить Иди Подружись С Иваном Сергеевичем Есть Говорить Какие Особенности Мы Учитываем Без Понимания Под Какими Особенностями Может Прокомментировать На самом деле Хороший вопрос Такой Мне кажется С подковырочкой Да Давайте Книгу Подарим Прям Книгу Подарим Давайте Прям Первая книга У нас Ушла За этот Вопрос Спасибо Большое И мы Идем Дальше Многие Говорят Что ритм Это попытка Необъединяемая Как раз Вы про это Уже сказали Эдакая солянка Изобретение Велосипеда Синдромы Всякие И так далее Что Против этого Можно сказать И возразить Все таки Потому что Здесь люди Видят риски Говоря про это Либо Какую-то Не веру в то Что это Действительно Заработает Объединить Необъединяемое Первое Что я слышал Когда рассказывал Свою идею А давай Сделаем Вот и это И это И все это Вместе И вот С такими Принципами Блин Не надо То есть Есть проекты Есть проекты Есть сервис Да Почему Нужно Объединять Необъединяемое Все прорывы Сейчас В науке Ну может быть Не все Но большинство На стыке Дисциплин То есть Биология И IT Фармтех Алгоритм Искусственный Интеллект Управление Финансами Или там Физика Совсем в другую сторону Сразу становятся На стыке Такие Кумулятивные Эффекты Во первых Я верю То что мы Можем Это объединить И практика Работы Вот Всего этого Сообщества Большого Показывает Что да У нас Это Получается То есть Садится Финансовый Контролер Финансист От IT С огромным Опытом Садится IT Архитектор И они Договариваются Садится Разработчик Который Там Управляет Десятками Команд Разработки И Садится Специалист Повод учета Управления IT-активами И они Договариваются Как Разработанный Софт Будет становиться IT-активом Как это все Происходит Поэтому Тезис О необъединимости О разрознении Всего Мне кажется Он несколько Преувеличен Работают же Огромные IT-департаменты Они как-то же Между собой Общаются Взаимодействуют Какие-то интерфейсы У них есть А вот сейчас Ответа Как Объединить Информационную Безопасность Кибербезопасность Это очень важно Сейчас Как С разработкой С инфраструктурой С сервисами И Например С учетом Финансовых потоков Вот Какая Методология Об этом Сейчас говорит Ну Мало какая Надо Что-то свое Изобретать А мы хотим Это один раз Изобрести Изобрести Это вендора Независимо Чтобы Сообщество Это сделало И сообщество Это приняло И была Какая-то Шпаргалка Спасибо Ну и нам нравится Этим заниматься Просто На старте Я так не услышал Рассказ про то Как к ритму пришли Вот Не было никаких Сомнений Что вообще Стоит ли в это Ввязываться История неоднозначна И Здесь важна Какая-то мотивация Что мотивирует Что является Вашей мотивацией Для того Чтобы тащить Вот такой На самом деле Еще Непонятных Объемов Одеяло Да Его пока Можно только Поддержать Где-то по углам Но вот Каков его Там вес Объем Там площадь И так далее Непонятно Что мотивация И в чем Значит С чего мы Начинали И как мы Сомневались Начинали мы С управления Эти активами Делали мы ГОСТ И тут К нам Пришел заказчик То есть Мы получили Подтверждение Востребованности Газпромнефть Газпромнефть Это та компания С которой Начался Ритм активы То есть Нас Поддержали Сказали Вот эта штука Нам требуется И мы Начали Делать Один кусочек Управления Эти активами Потом К нам Пришел Сбер Говорит Ребята А нам Надо все Вообще Давайте Вместе Значит Мы не хотим Одни это Изобретать Хоть и можем Мы хотим Чтоб это Было Общее И мы Начали Делать Вот это Общее Большое А Что нам Помогает Бороться С этими Сомнениями А нафига Это надо Ну во-первых Есть Подход Методика Продуктовый Подход Мы Пользуемся Этим Продуктовым Подходом И мы Спрашиваем У Потенциальных Наших Будущих Потребителей Этого ритма А что Вам надо Потому что Можно Пойти В обучение Студентов Можно Пойти В гостирование Можно Пойти В сертификацию Инструментов Можно Пойти В сообщество Можно И если Всеми путями Пойти Можно Порваться Мы Как раз Спрашиваем Что Вам Важнее Что Что Сначала Что Потом И Их Поддержка Они Поддерживают И что Странно Не только Словом Вот Дает Нам Уверенность Что Это Нужно Что Мы Не Будем Делать Там Знаете Есть Такая Картинка Как Множество Стандартов У нас Есть 14 Стандартов Безобразие Нужно Сделать Один Для Для Всех Спустя Там Время У нас Есть 15 Стандартов Вот Мы Все В голове Держим И Все Рим Понимаем Что Нам Не Надо К Этому Прийти То есть Мы Не Хотим Сделать Изолированный Когда Собрались 10 Человек Что-то Выдумали Мы Хотим Сделать Общепринятый Подход Который Обновлялся И Который Делает Сообщество Которое Будет Это Применять Когда Ты Сам Это Написал Сделал Вложил В это Душу Сердце Время Странно Этим Не Пользоваться Вот Это Нам Продает Сил И Уверенности Спасибо Насколько Сложный Затрат Будет Для Организации Переходить На Ритм Не Привысит Ли Издержки Потенциальные Выгоды Кто Знает Ну Это Надо Смотреть Такая История Возможна Ну Мы Сейчас Планируем На 25 Год Первые Пилотные Проекты Есть Организации Которые Уже Как бы Согласились Такими Пилотными Стать Если Организации Пользуются Общепринятыми Подходами Если Они У себя Внедрили То Не Очень Затратно Мы Не Изобретаем Чего То Революционного И Не Переизобретаем Подход К менеджменту Мы Просто Делаем Это Все Взаимовязанно Спасибо А дальше Эффекты Ну Как бы Надо Считать Спасибо Друзья мои Для вас QR-код QR-код Для вопросов Задавайте Вопросы Я Как видите Уже Задаю Как раз Нашему Гостю И Мы Уже Ушли За экватор Поэтому Еще Буквально 10 Мы Вопрос Принимаем Дальше Уже Спасибо Большое Буду Задавать Что ритм Провалился И не оправдал Ожидания Для организации Кто будет Нести за это Ответственность В этой ситуации Компания Подрядчик Которая Взялась Это Внедрять Ну А Как Ну То есть А Если Внедрение Айтела Провалилось А Если Внедрение Аджайла Да Кто Виноват Нет Голову Пеплом Посыпать Не буду Из-за Одного Неуспешного Внедрения Если Несколько Организаций То мы изменимся Ну Как же Эта же история Это про Итеративный Подход Мы не пишем Книгу Книги Это уже Как бы Слишком Медленный Формат Для Современного Общества Мы делаем Свод знаний Мы пользуемся Российской Викишкой Если мы Поймем Что что-то Не работает То мы Это Спасибо Друзья мои Я хочу Пока Мы там Дальше Будем отвечать На вопросы Мы уже Отходим От ритма Идем чуть дальше Да Вот Хочу задавать Такой вопрос Как раз Через наш QR-код Ответьте Пожалуйста Да или нет И если Дайте комментарий Дайте комментарий Почему вы так Ответили Вопрос будет Такой Будет ли Успешен Ритм Как раз Вот так Вот То есть Поверили ли вы В него Или верите Что он Такой Нужен быть И если Да То да Если нет То нет А можно Вот так Вот естественно Да А так Нет Я пойму Эту тоже Историю Сейчас Немножко Проголосуем И если Отвечаете И хотите Прокомментировать То соответственно К своему Ответу Напишите Комментарь Я так же Его зачитаю В эфире Спасибо Итак А мы идем Пока дальше И я зачитываю Вопросы Которые прилетели Буквально За последние 5 минут Полный PCM Миф или реальность Отношения Ну так вот Давайте как Аля Блиц PCM Ну project System Что-то Management Ну надо Расшифровать Чтобы ответить Полный PCM Я сейчас буду Фантазировать Ну Наверное Реальность Если человек Знает О чем Вечность Ну Алексей С возможностью Комментируйся Обязательно Ответим Идем дальше Что можно сказать Про Адванту Рекомендуете К внедрению В компанию В использованию Ничего не могу сказать Я работаю В другой компании Я бы не хотел Комментировать Спасибо А до какого количества Человек В компании Рекомендуете Внедрять Формационную систему Управления проектами Я думаю Что Процессор Ну Здесь меряется Количеством Проектов И их стоимость Их важность Потому что Опять же Есть большие компании В которых Проектов Немного А есть компании Небольшие Которые Прям Зарабатывают Проектами Поэтому Как только Вы чувствуете Что у вас Начинается хаос Ну Значит Надо Систему Трекинговую Прямо Вот С любого Размера Я бы рекомендовал Ну Потому что Где-то Надо это Учитывать Там где Собирается Три человека Все Надо Где-то Уже Где-то Считать Спасибо А влияет ли Специфика Деятельности Компании На выбор Управления Инструмент Проект Управления Конечно Да Если вы В строительстве То вам вряд ли Подойдет Гибкий Моджайл Сначала Сначала Построим Энергостанцию На столько-то Мегаватт Потом Перестроим Ее Если вы Больше В IT Ну Там Вам меньше Подойдет Ватерфолл Но Сейчас Большинство Пользуется Уже Таким Гибридным Подходом Я могу Рекомендовать Подход Профессора Осколкова Павла Алферова Он Написал Книжку Как правильно Делать Правильные Вещи Он Описал Там Свои Знания В методологии Рим-3 Подхода Это тот Человек Который Строил Проектный Офис В Олимпиаде В Сочи То есть Как бы Вот Неплохой Вашей команде Работает Ваша команда С вами Работает Или Как Он Поддержал Ритм Он В команде Ритма Ну Понятно Что он Не только этим Занимается Вот Он с нами Да Он Нас Поддерживает Мы будем Делать Между Вот Его Описанным Подходом Рим-3 И между Ритмом Интерфейсы Ну то есть Понятно Что мы Не опишем Глубже Подробнее Ну как-то Вот Монументальней Чем он Это сделал В своей Книжке Если он В нашей Команде Поэтому Мы Делаем Какую Там Базовую Необходимую До остаточную Информацию А дальше Если уже Нужно Глубокое Управление Проектами Вот Пожалуйста Интерфейсы То же самое Мы планируем Делать С продуктовым Подходом То есть Он довольно Подробно Уже Описан Мы хотим Сделать Интерфейс Туда Спасибо Хотелось бы Знать Ваше мнение О перспективности Внедрения Систем Менеджмента Качества В российских IT-компаниях В прошлом Году Участвовали В обследовании Компании NextSign Который Стал Дипломантом Премии Правительства В области Качества Компания Имеет много Интересных Разработок В системе Качества Соответственно Как вы считаете Насколько Такие системы Могут стать Актуальными В ближайшем Будущем На каких Мероприятиях Можно Эффективно Обмениваться Подобными Наработками И опытом Система Менеджмента Качества Никогда Не будет Не актуальной Ну Как бы Если надо Управлять Качеством Управление Этой системы Не превышали Профиты А так Ну да Ну то есть Вот там Six Sigma Подход К менеджменту Качества Или что-то еще Это важно Но здесь Надо как раз Не строить Каргокульт И не думать Что мы сейчас Внедрим Систему Менеджмента Качества И вот эта Система Нас вообще Спасет Вытащит В новые Горизонты Нет Это инструмент Спасибо Вот Комментарий Про полный PCM На самом деле Не так звучит Так Это полная RSM Ресурсно-сервисная Модель И вопрос Как раз звучит Полная ресурсно-сервисная Модель Миф или реальность Реальность Я видел Давайте Вот за уточнение За PCM Подарим Книгу Исследование Действия Спасибо Большое Идем Дальше Книга Ваша Следующий вопрос Звучит так Насколько частная Разработка В сфере Одной из базовых Для государства Будет отвечать Интересам Общества И не возникнет Противоречия Между общественными Интересами И частным Желанием Получить прибыль Ну то есть Если что-то делает Частная Организация Немножко не понял Насколько Разработка Частная разработка В сфере Одной из базовых Для государства Направления Будет отвечать Интересам Общества Не знаю Ну то есть Может быть Будет Может быть Нет Все Принято Спасибо Идем дальше Ну большинство ответов На самом деле Про ритм Да Ритм и ритмичность Важны Да Ритм это важно И так далее Друзья Спасибо за вашу поддержку Задаем ритм вместе Третий год Работаю В методологии Проектного управления Бывает так Что приходит Либо молодой Амбициозный Руководитель Проектов Либо слишком опытный Которые пытаются Навязать свою методику Введения проектов И саботируют Уже внедренное у нас Мягко говорим О том Что правила Для всех одни Что вы рекомендуете Я рекомендую Присматриваться К опытным людям Потому что Сопротивление Оно бывает Не только Деструктивным Но и конструктивным И метод управления Проектами дарим Да Это точно Так Значит Человек Не будет Выказывать Неприятие Если он Не пропускает Это через себя То есть Когда человек С чем-то не соглашается Предлагает Свой прошлый опыт Это значит То что Он вашу методику Хотя бы Прочитал Он ее понял Он осознал С чем он Не согласен И он может Предложить Что-то Уже работавшее То есть Может быть Он прочитал Какой-то пункт Про согласование Про старт Про проект Что-то еще И у него Бах-бах-бах Вьетнамские Флэшбеки Говорят Ребята Не надо Не надо Я там был Вам там Делать нечего Да-да-да Делать там Ничего не нужно Да Может быть К нему стоит Прислушаться Молодые Амбициозные Ну разве это плохо Просто дайте Им способ Свою амбициозность Проявить А правила Одни для всех Да Но вопрос В том Насколько гибкий Ваш подход И насколько Вы совершенствуетесь Вот Скрам Насколько Вы постоянно Улучшаетесь Потому что Если вы Внедрили Десять лет Назад Ватерпол Ну ой Спасибо Все Давай помечтаем 2030 год Так Какое место Занимает Недологи управления В том В том мире Методологии управления Ну да Идти Вот уже В 2030 В будущем В новом мире Я надеюсь Что незаметное Почему Потому что Я надеюсь Что мы Большинство Рутинных вещей Передадим Алгоритмам То есть Я верю Во что Сначала Вы занимаетесь Чем-то творчеством Непонятным Классным Вас это прет Вы В этом Креативе Потом Вы это сделали Десять раз Уже Становится Так это Не так весело Не так Драйвово Хочется сделать Это Больше Меньшими Ресурсами Вы начинаете Применять Какой-то подход Какой-то метод Значит Делай раз Делай два Делай три Получишь результат Заработаешь денег А потом Вам надоедает Это делать Вы такие Ну Десять лет уже Делай раз Делай два Делай три Деньги получай Удовольствия нет И это все Начинает Переходить В алгоритмы Где там Делай раз И делай три Делает робот И вот А Почему Разработчики Так любят алгоритмы Это же те же Самые джазовые Стандарты Которые Позволяют Делать Хорошо Прогнозируемо Хорошо И командам Разработчиков Договариваться Между собой То же самое Я надеюсь Перейдет В алгоритмы То есть Какая-то Базовая вещь Она останется Людям Но все-таки Вот Управление Айти Такие же планы Как раз Нам подсказал Сбир Сбир Сейчас вообще Очень классно Двигается В область Вот именно Машин леунинг Именно Вот алгоритмов Машин обучения Да Да И как раз Это Один из мотивов Почему Сбир Вписывается В ритм Так плотно Там плотно Вписывается Потому что Единый Понятный Подход Этот ритм Который Принимают Все Участники Рынка Начиная Со словаря И заканчивая Какими-то Интерфейсами Подходами Он Он позволяет Единообразно Выстраивать Вот этот Подход К управлению В организации И собирать данные О ходе этих Процессов Из разных Организаций Потому что Сбир может И он это делает Супер внедрить Машин леунинг Часть анализа Процессов Внутри Но он Мало каких Новых инсайтов Себе сделает То есть Он Про себя Просто узнает Больше Да А тут Можно сразу Узнать Как это Дурак Учится на Своих ошибках Умный Учится на Чужих Вот это Способ Как раз Учиться На чужих Ошибках То есть Понимать Что работает В других Организациях И как Это Использовать Спасибо Футурологи Предсказывают Что скоро Искусственный Телет Возьмет На себя Большинство Управленческих Функций Все-таки И в государственном Управлении В частном Бизнесе И так далее Получается Тогда Что Если мы так Представим себе То самое Будущее По факту Дологи Больше будет Не нужна Ну Прям Такое Ох А Кто будет Управить Искусственным Интеллектом Кто будет Его Собирать Улучшать Возможно Он сам Может быть И так Но кто-то Его должен Будет Обслуживать То есть Все равно Это Крутится Все на Каких-то Железках Железки Надо Обслуживать Как-то Охлаждать Управить Этим всем Очень много Фантастов В 20 веке Писали Про Что-то Абсолютно Автономное Самоподдерживающееся Конечно же Да Конечно же Классно Что Это будет А сейчас То что я Вижу В области Искусственного Интеллекта Это как Специалист Джуниор То есть Если ему Поставишь Четко Задачу Он ее Выполнит Лучше Если ему Поставишь Задачу Нечетко Он ее Ну как-то Как так И выполнит Да Плюс За джуном Надо присматривать И понимать Что он вообще Сделал Точно так же Классно Когда искусственный интеллект Пишет код Но надо понимать Что он Написал И не положит Львом Прот Очень классно Когда искусственный интеллект Прот Это продуктовая Я перевожу На спрочевая Прот Это Прот Среда То есть Это Боевая Среда Какой-то Информационной Системы Классно Когда искусственный Интеллект Делает Презентацию Но надо Проверять Что он там Вписал Потому что Тебе Рассказывай Классно Когда искусственный Интеллект Управляет Государством Но надо Вообще Проверять Что он там Делает Что там натворил Да И нет ли там Злоумысла Того Кто его Потому что Можно пару Параметров В самой Нейросети Подкрутить И как-то Лучше Зажить За счет других Спасибо Вопрос аудитории Алгоритмы Роботизации Это угроза Или возможность Развить металлогию Управления IT Это догоняет Как раз Когда мы говорили Про машины Обучения Это угроза Для тех Кто делает Monkey job И возможность Для тех Кто хочет Их настраивать Ими управлять Спасибо Следующий вопрос Как раз От аудитории Может ли Искусстволек Полностью Заменить Человек В вопросах Выбор Адаптации Применения Методологии В IT Наверное Может Наверное Точно так же Может Как Например Когда были Западные Вендоры С широким Широким Прилавком Может Лит Там Какой-нибудь Майкрософт Заменить IT-директора В плане Построения IT-инфраструктуры Может Но Тогда IT-директор Превращает Службу Заказчика И на следующий год Просто сокращается Вот То же самое Здесь Можно Но Где тогда Ваш Но-хау В бизнесе Где Ваша Изюминка Если У всех Будет Этот Самый Интеллект Спасибо Спасибо И такой вопрос Прилетел Какие компетенции Будут Самые Востребны Для IT-управленцев Эпоха Алгоритмов Искусственного Интеллекта И машинного Обучения Как раз Так Управление Людьми А куда Нас 8 миллиардов В России 150 миллионов Увы Что не все Умеют Правильно Так сказать Управлять Людьми Иногда Такие Грабли Что потом Ужас Ужас Человеку Нужен Человек Абсолютно Спасибо Мы Идем Дальше И переходим Наверное К истории Про Все-таки Больше Профессию Сейчас мы Поговорили Про Навык Здесь как раз Вопрос такой Методолог Проектного управления Будет ли популярная Профессия В ближайшие 5-10 лет Вот вы ответили Что через Примерно 5 лет 10 Будет минималочка Потому что Все остальное Будет подвержено Каким-то алгоритмам То здесь Сама профессия Сейчас Она будет актуальна Или нет Да Но я считаю Что востребованным Будет не такое Большое Количество Специалистов То есть Это некий Базовый навык Раньше Как читать Как читать Ну Да То есть Раньше Вот как То есть Его можно Назвать критическим Аккум Да Раньше Значит Вот Мой родственник Который Привел меня В IT Он мне Рассказывал Историю Как он Стал Атидиректором Строительной Компании Он Умел Собирать Компьютеры И знал Excel И это Вообще Ему Позволило Стать Атидиректором Управлять Большой Командой А Сейчас Без этого Просто на работу Не возьмут По крайней мере Без Excel Если раньше Человек Который Там Знал Как По Утерфоллу Проектами Управлять ПМ-бок Читал Он Мог Проекты Вести Ну Сейчас Проектному Управлению Учат В младших Классах Вот так Вот То есть Люди Ведут Свои Проекты Понимая Что Что Такое Проект Как Им Можно Управлять Это Базовый Наук Спасибо Как Изменить Требования К специалистам В области Управления Проектами В ближайшем Годом Я думаю Что Будут Востребованы Стыки С Гуманитарными Дисциплинами То есть Не просто Управлять Задачками А следить За групповой Динамикой Не просто Отслеживать Критический Путь Проекта И его Бюджет Но и Уметь Проводить Там Глубинные Интервью И понимать И любить Своего Заказчика То есть Все прорывы На стыках В экстремумах И на стыках Спасибо Вопрос Если представить Что ты встретился С собой Так Машина С времени Сработала Из прошлого Или из будущего С собой В тридцатом году Так Сейчас Пришел Привет Я из тридцатого Да Чем спросил бы Какие акции Покупать Чисто Телетарные Спасибо Все Идем дальше У нас На самом деле Диалог Получился Такой Достаточно Насыщенный И на личную Историю И на рассуждение И на практику Здесь Наверное Важный Посыл Основной Который Мы хотели бы Чтобы наша Аудитория Сегодня После нашего Эфира Унесла Главный Месседж Наш Какой Сегодня Вот Такой Финальный Будет Мы Сегодня Поговорили Про И Чтобы Аудитории Осталось Впечатление От нашего Сегодняшнего Диалога Мы Сегодня Проговорили Про то Как Лучше Людям Коммуницировать Друг с Другом Потому Что Методологии Они В первую Очередь Про то Как Нам Доходить Общий Да Ладно И Как Раз Финальный Вопрос Такой Он Вспомним Вашу Историю Разные Людей Которые Приводили В IT У Директора Который Приводил В IT И Вот Здесь Есть Такой Скептически Настроенный Товарищ IT Директор Который Не верит В какую Педологию Как Бы Его Переубедили Еще Один Такой Практический Совет Финальный Никак Не трогать Я занимался Изучал Такое Своё знание Как Андрогика Обучение Взрослым И там Меня учили Уважать Чужой Успех Чужой Опыт И Чужие Знания Если Он Стал IT Директором Если Он Успешен Как IT Директор Ну Чего Мне В жизни Учить Он Сам Знает Как Правильно Спасибо Спасибо Огромное Спасибо За эфир Надеюсь Мы Достаточно Много Сегодня Поговорили Про ритм И про Историю Новых Профессий Про будущее И даже Машинообучение Затронули Про ритм Очень много Поговорили Друзья мои Понятно Что у нас Есть Определён Свой путь Наверное Так Методологии Благодаря Ребятам Которые Объединяют Из солянки Практического Про Уководства Чем точно Можно Работать И те Кто В этой Профессии А я Говорю Про IT Направление Что касается Атистериктуры Методологии Сервисы И всего Что с этим Связано Соответственно Работайте Есть надежда На то Что в ближайшем Будущем Появится Как раз То самое Наверное Всеобъемлемо Как правильно Было представлено Такая Методологическая База Которая Не будет Рождать Непонимание Между вами Это как раз То о чем Мы говорим С финальностью То есть Коммуникация Между людьми В том числе Когда непонятные Языки Непонятные Подходы Объединены И вы читаете Друг друга Как открытую книгу Можете Самодействовать Работа намного Эффективнее Быстрее Делать Действительно Очень качественные И вкусные Проекты Спасибо большое За такие Истории Спасибо За такие Подходы Друзья мои До встречи В эфире Спасибо Что были с нами Пока До свидания Субтитры